приветствую вас на канале папа швей у нас очередная порция полезных советов лайфхаков и хитрости для шитья часть из которых это мои наработки ну а часть порекомендовали именно вы наши подписчики спасибо вам и уже традиционно перед началом видео небольшой фрагмент рекламы внизу найдете ссылочку на нормальный швейный магазин заходите покупайте и радуйтесь покупкам первый совет как прошить толстую ткань в несколько сложений толстой нитью если мощности швейной машины для этого недостаточно я установил джинсовую толстую нить сотую иглу несколько сложений джинса и посмотрите что может быть когда мощности недостаточно вот и все а теперь давайте посмотрим как можно прошить джинсовую нить наматываем только на шпульку на шпульном колпачке обязательно ослабляем винт натяжения нити верхнюю нить устанавливаем 40 размера и если до этого лицо у нас было на этой стороне вот три стежка машины сделала а здесь сделала бороду теперь нам вынуждено нужно перевернуть ткань увеличиваем натяжение нити практически до максимума получается что наш лицевой шов будет наизнанке и контролировать его сложновато но выбора нет пробуем вот так получилось наша изнанка но по факту это лицо выглядит вполне себе прилично а снизу у нас обычная 40 ниточка тоже в принципе шов получился очень даже приличный мои швейные машины имеют неплохую мощность двигателя и мне даже стало любопытно сколько слоев джинсовой ткани понадобилось чтобы машиной все-таки не справилась джинсовой нитью и нижняя нить когда и верхняя установлена джинсовая толстая и это 12 слоев но когда я сороковку поставил машина пошла просто как по маслу и это именно правильное решение если ваша швейная машина слабой мощности для того чтобы декоративно красиво обработать толстые материалы толстой нитью второй совет часто в комментариях вы пишите что начиная шить строчка получается некачественно несколько стежков машина или путает в общем-то начало строчки неудачная вполне вероятно конечно что этот совет будет для новичков или для начинающих портник но тем не менее я обязан его показать независимо от того какой у вас челнок и что написано в инструкции обязательно доставайте нижнюю нить после чего концы нити потяните на сантиметров 15 нитки не могут быть у так вот сбоку или спереди они обязательно должны быть под лапкой и прижаты плюс ко всему сзади машины и перед тем как начинать шить придержите два края нити вот так вот рукой и после того как машина сделает несколько стежков можем отпускать в таком случае машина в начале строчки не сделает запутывание третий совет конечно опытные швеи его знают поскольку ранее вот таких вот современных обрезателей нити не было в 90 процентов случаях на штоке лапка держателя находился вот такой вот пропил который позволял отрезать нитку четвертый совет это простая швейная машина джинаме и здесь регулятор давления отсутствует но прежде чем разбирать предлагаю вам проверить если у вас запас для того чтобы ослабить давление лапки на ткань вот наш рычаг подъема лапки и попробуйте вот так вот если у него есть свободный ход вот такой люфт это нам и позволит как раз ослабить давление лапки на ткань в машине неки тоже рычаг имеет люфт в этой машине присутствует регулятор давления лапки поэтому конструировать велосипед нет необходимости но если бы его не было ослабить лапку можно моя швейная машина разобрана поэтому мне проще но и у вас сложности не будет вам достаточно снять вот эту вот боковую панель открутив один винт после чего на штоке лапка держателя поднимитесь вверх и найдете вот здесь вот винт прежде чем его откручивать обязательно маховым колесом опустите зубья транспортера вниз опускаем лапку чтобы потом вы вернули эту регулировку обратно заводское состояние оставьте вот такую отметочку сейчас я откручу этот винт и обратите внимание как ослабнет пружина проверьте чтобы вас шток по оси не сдвинулся и лапка смотрела прямо теперь затягиваем обратно кроме того что вы ослабили на процентов 15-20 пружину ну и соответственно давление лапки на ткань вы также увеличили подъем лапки это первое положение и взгляните на второе положение вот такой получился просвет пятый совет хотите шить промышленными нитями с намоткой 5000 метров вот например как у меня катушка но на машину то ее нельзя так приспособить надо чтобы нить снималась вот так вот сверху для этого вам понадобится обычный канцелярский зажим мы его банально закрепляем на рукоятке швейной машины сводим вот так вот два колечка ставим катушку позади машины и теперь у нас идет равномерный съем нитки шестой полезный совет как облегчить процесс шитья работая с ниткой резинкой на несколько оборотов ослабляйте натяжитель шпуличной нити это позволит создать меньшее сопротивление нитки резинки чтобы нитка резинка не наматывалась большим натяжением на шпульку обязательно проденьте в это отверстие шпульки придерживаем за конец нитки и наматываем так как нитка резинка наматывается на шпульку растянутом состоянии она постоянно пытается раскрутиться в челноке что приводит к запутыванию в шпульном колпачке и для того чтобы нитка не распутывалась на шпульке мы и оставили вот этот хвостик который надо немного отрезать там где отрезок нити вставляем его вовнутрь теперь нитка не будет самопроизвольно раскручиваться внутри силу при сборке ткани регулируем винтом натяжение нижней нити также при сборку можно увеличить уменьшая длину стежка рекомендую увеличить верхнее натяжение нити в начале и в конце строчки обязательно делайте закрепку так смотрим высокое натяжение нити мы делали для того чтобы наша нитка резинка не выскочила седьмой полезный совет многие из вас знают что есть двойная игла но не все знают что есть еще и тройная игла и вот сделать декоративную строчку такой иглой получается очень круто давайте посмотрим и кстати сейчас я вам покажу еще один бонусный лайфхак чтобы заправить тройную иглу нам нужно три катушки нитей а у нас только вот один стержень иногда в машине есть вот такое отверстие даже часто есть но стержнем не комплектуется поэтому одну мы одеваем сюда швейные машины всегда комплектуются в спаривателем мы его открываем одну часть спаривателя вставляем вот сюда вторая катушка и вторую часть спаривателя вот сюда и третья катушка давайте еще одну строчку чудесный декор вы можете получить как по мне очень прилично если вам понравилось это видео подписывайтесь на мой инстаграм ссылка в описании давайте создавать крутое швейное сообщество а также если вы досмотрели это видео до конца наверняка вы связаны со шитьем любите шить возможно профессиональная партнер или начинающая но какой-то опыт у вас уже есть поэтому обязательно оставляйте в комментариях свои отзывы об этом видео а также оставляйте свои наработки полезные советы лайфхаки и какие-то другие хитрости всем спасибо за внимание пока